здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас в рубрике спроси Елены Петровны Березовской сегодняшняя тема ВПЧ и беременность я специально подняла эту тему потому что в последнее время получают вас так много вопросов на тему ВПЧ и беременность и особенно нужно ли лечить что делать если обнаружили опасно ли рожать почему-то многие врачи утверждают что если обнаружили вирус папилломы человека то такая женщина должна рожать только кесарным сечением потому что ВПЧ страшно для новорожденной может иметь серьезные последствия у ребенка так ли это существуют ли какие-то научные обоснования таким утверждением давайте поговорим на эту тему но перед тем как я разберу несколько сценариев фактически ваших жизненных сценарий которые затронуты в ваших вопросах я хочу сказать пару слов о самом вирусе папилломы человека я вас удивлю но вирус папилломы человека вполне безобидный вирус и он обитает на наружных покровах наших то есть на коже и на слизистых и в большинстве случаев он не приносит никакого вреда нашему организму из почти 200 типов вируса папилломы человека которые могут поражать уровень генитальной системы то есть наружные половые органы шейку матки канал шейки матки прямую кишку мы делим эти вирусы на две группы в основном на две группы первая группа это так называемые не онкогенные типы то есть те которые не ассоциируются с раком они никогда не вызывают злокачественные изменения и это у нас на основном типы 611 которые ассоциируются с генитарными кодиломами бородоками то есть вызывают вот эти так сказать изменения на наружных половых органов и реже на внутренние а другая группа это те которые ассоциируются с раковым раковым состоянием шейки матки и основном это же самые такие распространенные это 6 16 и 18 и мы их называем еще онкогенными типами так вот неважно какое количество вируса обнаружено в организме человека скажем же у женщин канале шейки матки на поверхности шейки матки это неважно потому что они количество определяет агрессивность вируса а вереволюентность вируса или агрессивная зависит от многих факторов иногда небольшое количество вируса может изменять может приводить к изменениям на шейки матки а иногда большое количество вирусов вообще не приносит никаких изменений так вот для нас врачей и для женщин важно ответить правильно на два вопроса первый вопрос нас интересует есть вирус папилломы человека или нет вирус папилломы человека скажем во влагалище женщины в канали шейки матки есть ли нет сейчас повторю неважно в каком количестве если вирус имеется для нас очень важно определить как он влияет на клетки эпителия то есть повреждает он эти клетки не повреждать потому что большинстве случаев может быть вообще никакого повреждения поэтому мы проводим цитологическое исследование и на сегодняшний момент проводится логическое исследование по новым технологиям частности жидкостной технологии которая намного лучше потому что с помощью жидкостной цитологии можно выявить также в паче вот это самых два важных вопроса на которые мы должны ответить если у женщины имеется в плече но нет никаких изменений на шейки матки это прекрасно и практически в течение года в 90 процентов случаев организм женщины сам очищается от многих типов в печи частной системе даже которые живут во влагалище поэтому не нужно тут бояться говорится что в паче это страшная инфекция а теперь поговорим о тех сценариях которые практически случайно я встречала вот в этих ваших вопросах и так первый сценарий женщина готовится к беременности и она не знает свой статус отношений в паче нужно ли тестировать ее на вирус нужно ли искать у нее вирус нет не нужно если в течение двух-трех лет до этого момента то есть до ночи до похода к врачу результат результат цитологического исследования морги и повторять каком случае целVEц 일�огического исследования тоже не обязательно такая женщина может сразу планировать торой сценарий женщина планирует беременность и уникального причине что они делаем опять же мы оцениваем по зо логического результатом центроб Friendly если у женщины цитологического исследования д einem и не обнаруженные и какие скажем серьезные отклонения то такая женщина может планировать беременность. Я вам сразу скажу, что беременность не влияет на предраковое и раковое состояние шейки матки как таковые. То есть она не усложняет состояние шейки матки. В то же время те же дисплазии, например, они не усложняют протекание беременности. Поэтому нечего бояться дисплазии. Легкие дисплазии, женщина может беременеть, мы вообще за это не переживаем. В случае тяжелой дисплазии, что теперь называется на самом деле тяжелым интерпретериальным поражением. В этом случае можно провести лечение, но чаще всего не конизация шейки матки, которая стала чрезмерно модным методом лечения, потому что стоит дороже. Есть другие, более щадящие методы для лечения женщин, которые планируют беременность. При этом беременеть можно через, скажем, 3-4 месяца, иногда 6 месяцев. Зависит от объема вмешательства. Но еще раз повторю, что беременность негативно не влияет на предраковое состояние шейки матки. Самое интересное, что при беременности в цитологических исследованиях могут быть изменения, которые характерны для беременности. И новая классификация цитологических мозгов Bethesda System как раз включает в графу изменения, характерные для беременности. Потому что действительно есть гормональные изменения. И это необходимо понимать. На тему эрозий, ВПЧ, дисплазии и прочего и интерпретации цитологических исследований есть прекраснейший вебинар 4 часа, где детально объясняется, что и как интерпретировать и что предпринять в том или ином случае. Поэтому я даже не буду на эту тему говорить в данном видео. Теперь следующий сценарий женщина беременная. Что делать, если женщина беременна? Нужно ли определять статус ВПЧ у женщины? Мы не знаем, есть ли у нее ВПЧ или нет. Нет, мы не определяем ВПЧ у беременных женщин, если опять же цитологические исследования, результаты за последние два-три года у нее в норме. И, в принципе, это не требует какого-то специального обследования ВПЧ. Если у женщины есть отклонения в статологических мазках, в статологических исследованиях, да, мы можем определить ВПЧ статус. Опять же, мы не предпринимаем никаких мер отношения ВПЧ, потому что он не лечится. Мы не лечим ВПЧ, ВПЧ невозможно излечить. И если вам предлагают врачей какие-то инъекции, таблетки, мази, гели, спреи и так далее, то это только говорит о том, что вы попали в руки или малограмотного врача, или коммерчески настроенного врача, или малограмотно настроенного врача, то есть вместе, то есть шарлатан. Поэтому я еще раз говорю, что лечения ВПЧ не существует. Теперь в отношении, поговорим немножко о генитальных вот этих генитальных кандилом. Они вызываются не энкогенными темами. Самое интересное, что при беременности вот эти все бородки, попеломки начинают расти. Поэтому нет ничего плохого, это не опасно для женщин, и это не опасно для ее будущего ребенка. В реальности любой вид ВПЧ, вернее тип ВПЧ, не ассоциируется с негативным исходом беременности. То есть ВПЧ не вызывает выкидыши, не поражает эмбрион, не поражает плод, не приводит к преждевременным родам, гибели ребенка и тому подобное. То есть не ухудшает протекание беременности. Поэтому я вам сразу скажу, что нигде в мире, ни в одной хорошей стране, развитой стране, а вообще ни в одной стране мира не тестируют беременных женщин ВПЧ без строгих для этого показаний. А те показания, которые перечислены, то есть это когда есть предраковое изменение шейки матки, и мы не знаем статус женщины в отношении ВПЧ. Единственное показание. Теперь еще вариант. Скажем, женщина беременная, у нее ВПЧ, и ей нужно рожать ребенка. Так вот, ВПЧ, наличие ВПЧ не является показанием для кесаро-сечения. Потому что совершенно безопасно для новорожденного. Это доказано. И не надо здесь утрировать ситуацию, что бедный несчастный ребенок наглотается шеечной слизи, где есть ВПЧ, и от этого у него будут страшные проблемы с здоровьем, а потом это будет у него рак. Да, ребенок может наглотаться шеечной слизи, где может быть ВПЧ, но он очень быстро очистится от этого ВПЧ. То есть нет абсолютно никакой связи между ВПЧ мамы и медонкогенных типов с какими-то негативными последствиями у ребенка. То есть об этом можно даже не спекулировать. В отношении генитальных бородавок мамы действительно иногда может быть заражение ребенка, особенно его дыхательных путей. И это называется респираторным папилломатозом. Респираторный папилломатоз у детей встречается очень-очень редко. Приблизительно у 4 детей на 100 тысяч детей. То есть это несчастные явления. И проявляется оно ростом папиллом в респираторной системе, что может приводить к нарушению дыхания и закупорке респираторных путей. Поэтому в таких случаях у этих детей удаляют эти папилломы иногда несколько раз. Вот это все лечение. То есть никаких других видов лечения. Но опять же скажу вам, что это случается крайне-крайне редко. И это не связано с онкогенными типами вируса папилломы человека. Это связано только с теми, которые вызывают вот эти папилломы у мамы. Но даже такое количество детей не означает, что мы должны всех женщин кесарить. И что мы всем женщинам должны предлагать рожать только оперативным методом. Потому что мы якобы тем самым защищаем ребенка от попадания ВПЧ в его организм. Вот, пожалуй, все. Да, кстати, еще был один вопрос о передаче ВПЧ через молоко. Нет, не передается. Если даже на сосках есть ВПЧ, ничего страшного. Ребенка можно кормить. И после родов, кстати, очень часто эти папилломы проходят. Поэтому не бойтесь ВПЧ. Это не страшная инфекция. Спокойно беременетьте. Спокойно рожайте. Спокойно кормите грудью. И гоните в шею тех врачей, которые запугивают вас. И которые просто пробуют на вас нажиться за счет того, что вы практически ничего не знаете об этой инфекции. Остальные дополнительные информации вы найдете у меня на сайте в разделе навигатора, где есть инфекционные заболевания и беременность, а где есть также раздел вопросы-ответы, тоже очень много на эту тему, и в других вебинарах и видео. Всем желаю счастливой и легкой беременности. Пока.